МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Реальный рост внутреннего регионального валового продукта на 2% к концу этого года. В областном Акимате обсудили поручения главы государства, озвученные в ходе совместного заседания Палат парламента. Председатель домового комитета в поселке Шахан приговорен к 4 годам условно. Осужден еще один фигурант дела о взрыве отопительного котла в пятиэтажном доме. Тематические флешмобы и спортивные состязания провели на площади Дома дружбы. В Караганде провели фестиваль здоровья под девизом «Твое здоровье в твоих руках». На аппаратном совещании в областном Акимате обсудили поручения главы государства, озвученные в ходе совместного заседания Палат парламента. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов напомнил слова главы государства о том, что модернизация требует мобилизации всех сил. В связи с этим местные исполнительные органы должны работать слаженно и с максимальной отдачей. Первым вопросом стала реализация программы модернизации общественного сознания. Глава региона Ирлан Кушанов отметил, что в этом направлении в нашем регионе ведется плодотворная работа. Реализуются 275 мероприятий. Запущены проекты на общую сумму 7 миллиардов тенге. Из них 4 миллиарда тенге – это частные инвестиции. Глава государства поставил задачу обеспечения экономического роста. До конца года мы должны обеспечить реальный рост главы оригинального продукта на 9,2%. Мы по области разработали план мероприятий по обеспечению экономического роста. Всем регионам можно их выполнить. Следующее направление – модернизация ЖКХ. Президент страны поставил задачу сделать эту сферу привлекательной для потенциальных инвесторов, шире использовать механизмы государственно-частного партнерства. В этом отношении Акимобласти поручил обсудить возможность сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития. Отдельное внимание уделили и развитию агропромышленного комплекса. Есть программа развития АПК до 2021 года. В ней прописаны конкретно целевые индикаторы. Нужно сосредоточиться на определенных приоритетных направлениях, искать новые резервы. Об этом мы говорим в наших рабочих поездках в регион. Это вовлечение в оборону не используем пахом на приводных земель. Расширение пассивных площадей под самые инновидные культуры. Это овощи, пастичные, бобовые, то, что мы говорили, и витсификации. Животноводцы можем наращивать объемы производства кормов, чтобы будет хорошая основа для роста поголовья скота. Чтобы исправить ситуацию, глава региона поручил проследить за тем, как создаются и работают сельхозкооперативы. Также на аппаратном совещании обсудили вопросы туризма. Ерлан Кушанов поручил разработать план по развитию инфраструктуры и привлечению туристов в Балхаш, Приозерск, Улытау и Каркаролинск. В завершение обсуждения Ерлан Кушанов напомнил слова главы государства о том, что модернизация требует мобилизации всех сил, поэтому местные исполнительные органы должны работать слаженно и с максимальной отдачей. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде в октябре начнут строить северные и восточные обходы. Проектно-сметная документация участков объездной дороги уже прошла государственную экспертизу. Об этом шла речь на аппаратном совещании в областной администрации. Строительство трассы протяженностью 49 километров обойдется в 46 миллиардов тенге. Деньги выделяют из республиканского бюджета. Северный обход Караганды в рамках реконструкции транспортного коридора «Центр-Юг» будет пролегать через сортировку. Восточный обход начнется от Кархаралинской развязки, пройдет через свободную экономическую зону в поселок Уштобей и примкнет к Алматинской трассе. 6 сентября состоялся конкурс. Приняли участие 14 компаний. Участок поделили на 4 лота. Окончательные итоги подведутся 20 сентября. В октябре подрядчики приступят к работам. Завершение по северному и восточному обходу в 19-м году полмена. На аппаратном совещании также доложили о ходе ремонта дорог республиканского значения. Все работы идут по плану, заверило руководство филиала «Казавтажол». Работы по реконструкции дороги Тимиртау-Караганда решено ускорить. Также реконструкция Тимиртау-Караганды. Сегодня уложено 9,5 километра бетона в основной стороне. Для форсированной работы привлечена субпатриарная организация и южно-корейская фирма «Сондо», которая с завтрашнего дня приступает к работам. Идет мобилизация второго бетоноспланчика. Средний ремонт дорог по всем направлениям завершат к 20 сентября. А вот обочины будут ремонтировать еще до октября. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов дал поручение тщательно следить за всеми работами и еженедельно докладывать о результатах. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тенжа, Слан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Председатель домового комитета в поселке Шахан приговорен к четырем годам условно по обвинению в причинении по неосторожности смерти девяти жильцам дома номер четыре. Напомним, что в этом доме первого января произошел взрыв отопительного котла. Судья признала председателя Мурата Сулейменова виновным в совершении преступлений по двум статьям – причинение смерти по неосторожности и выполнение работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В приговоре говорится признать подсудимого виновным и назначить наказание, не связанное с изоляцией от общества. Приговором Шахинского городского суда от 11 сентября текущего года Сулейменов признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы четыре года. И на основании статьи 63 Уголовного кодекса Республики Фазастан данное наказание считать условным с установлением пробационного контроля на весь срок наказания. Стоит отметить, что председатель домового комитета получил самый большой условный срок среди всех фигурантов этого дела. 23 августа за проявленную халатность были осуждены экс-аким поселка Шахан, его заместители, а также еще четыре чиновника. Каждому из них назначено по два с половиной года условно. Напомним, что в результате трагедии в поселке Шахан 1 января погибло 9 человек. Мирамгуй Салкимбаева, Андрей Тенжас, Лан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. После парламентских слушаний новый казахский алфавит на основе латиницы стали обсуждать в обществе. Напомним, что в парламенте ученые представили проект алфавита, состоящего из 25 букв. А специфические казахские звуки обозначаются диаграфами. Карагандинские языковеды советуют не спешить и тщательно все обдумать. Латинский алфавит объединяет более 100 миллионов человек, представляющих тюркские народы. В новой латинской графике казахский язык больше приобретает, чем теряет. Таково мнение старшего методиста областного языкового центра Жупаржакановой. Она подчеркивает, что данное новшество просто необходимо. В данное время в казахском языке много неправильного. К примеру, орфоэпические законы не соблюдаются. По моему мнению, латинский алфавит поможет избавиться от многих недочетов. Но чтобы внедрить полноценный алфавит, нужно еще много работать. Напомним, что на совместном заседании Палат парламента был представлен проект казахского алфавита на основе латинской графики. Председатель Мажелеса Нурлан Нигматуллин объявил о начале всенародного обсуждения нового стандарта алфавита казахского языка. Андрей Тент, Ольген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Бабье лето все-таки будет. Такое заявление делают казахстанские синоптики. Несмотря на нынешнее похолодание, в предстоящие выходные ожидается теплая солнечная погода. Уже четвертый день в Караганде безраздельно властвует настоящая осенняя погода. Все это говорит об окончании жаркого лета и приближении зимы. Карагандинские синоптики связывают холодную погоду с прохождением фронтальных разделов. Еще по меньшей мере два дня в Центральном Казахстане сохранятся дожди с грозами и порывистым ветром. Более того, в северных районах области возможны ночные заморозки. Однако тепло еще вернется. На западе же области и в Караганде в основном уже переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и в основном 9-14 метров в секунду. Но ночные температуры у нас остаются, так как прояснение без облаков, ночные температуры до минус 3 градусов. То есть заморозки ожидаются на севере области и в центральных районах области. Днем, так как будет солнце, будет прогрев температуру 10-15 на юге Таджесказган и Кульжамбар. Там до 20 градусов тепла. Уже в конце недели карагандинцев порадуют солнце. В предстоящие выходные ожидается повышение температуры воздуха до 23 градусов. Так называемое «бабье лето» продержится около недели, после чего наступит уже самая настоящая осень. Андрей Дентуль, Ендрошитов Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Наше здоровье в наших руках. Под таким девизом в Караганде провели фестиваль здоровья. На двух площадках в Центральном парке и на площади Дома дружбы карагандинцы приняли участие в тематических флэш-мобах и спортивных состязаниях. Фестиваль также приурочен к 20-летию Казахстанской службы формирования здорового образа жизни. Недостаточная физическая активность является одним из основных факторов риска смерти в мире. И ее уровни во многих странах растут. Это сказывается на общем состоянии здоровья по всему миру. Одним из основных факторов риска является ожирение, которому приводит малоподвижный образ жизни. Не случайно нынешний фестиваль здоровья проходит под названием «Наше здоровье в наших руках». От ожирения Карагандинской области страдает около 13% населения. 23% среди них это подростки, 24% это дети. То есть необходима, нужна физическая активность и правильное безопасное питание. И наша задача с вами – сформировать у населения здоровое, безопасное поведение. Тематические флэш-мобы и спортивные состязания стали главными мероприятиями фестиваля. Но у дома дружбы организаторы предоставили карагандинцам возможность измерить артериальное давление, а также провести экспресс-тест крови на содержание сахара и холестерина. Главная цель фестиваля – пропаганда физической активности. Мы просим наше население как можно больше посвящать свое время теперь не гаджетам, компьютерам, телевизорам, а все-таки физической активности. Ходить в спортивные секции, ходить, делать гимнастику. Но не обязательно. Можно просто прогулку каждый день 40-45 минут посвящать себе, зарядиться позитивом, бодростью духа, хорошим настроением, посвятить самому себе. В фестивале приняли участие фитнес-клубы и легкоатлетический манеж. Спортсмены предоставили инвентарь для соревнований. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солболмстер. Субтитры подогнал «Симон»